Я заметила, что в последнее время как-то вообще не звучит вопрос о возвращении Донбасса. Ну, про Крым сказал президент, что вернёт, но это как-то из области фантастики, из области сказок бабушки Арины, а хотя бы Донбасса. Вот не идёт речь о его, в полном смысле слова, отвоёвывании или реинтеграции. Я не знаю, какие есть пути, наверное, смесь дипломатических и военных. Но вот по вашему мнению, вернётся ли, если останется нынешний президент, нынешняя политика, ну, в общем, всё как сейчас, есть ли шанс, есть ли дату, какие периоды, 5, 10, 25 лет, есть ли шанс? Ну, Крым я уже даже не спрашиваю, потому что его хотя бы Россия признала. Это уже легче людям, которые там живут, что их признать. А жители Донбасса – это просто несчастные люди, которые между небом и землёй. Вот какова их судьба и этих территорий, как вы думаете, будет ли отвоёван или возвращён иным путем в Донбасс? Значит, вы очень интересно сказали, когда ставили вопрос, вы сказали, что вот при нынешней власти, там через 5 лет, 10, 25, ну, слава богу, что нынешнего власти 25 лет не будет, это по-любому. А чего? Ну, Путин же 20 лет, если отменять выборы, если изменить конституцию, я вижу механизм, чего? Не, механизм есть, но я просто думаю, что всё-таки… А чего у нас не может быть Россия? Я вижу уже, что у нас строится Мордор. Строится. Может, я преувеличиваю, но у меня такое ощущение. У меня надежда только на одно, что вот украинский народ, это, ну, немножечко, знаете, нероссийский. Только вот в этом плане. Я тоже на это надеюсь. Да, потому что, ну, даже вот, скажем так, вот этот национальный корпус показывает о том, что у нас не Россия. Только это, потому что фактически абсолютно с вами согласен. По национальному корпусу тоже много вопросов, поэтому… Не, я говорю, это как один из штрихов. Я же не говорю, что национальный корпус – это вот идеальные люди. Это там вопросов очень много. Но есть всегда какие-то силы, которые могут выйти и активно заявить свою позицию. Тот же самый Майдан, давайте вспомним, ну, там было без национального корпуса. Так что меня поражает, на Майдане меня били тетушки, это было нормально. Ну, то есть все поддерживали меня, все говорили, что это плохо, и, конечно, власть – говно. Ну, а сейчас, когда тетушки бьют других людей и рвут плакаты, мне говорят, а где у тебя доказательства, что их власть наняла? Я говорю, а кто их нанял? Сами пришли. Я просто в шоке, реально, что происходит. А где у тебя доказательства, что это Порошенко? А почему нельзя рвать плакаты? Это провокаторы. Я говорю, так тогда надо было разрешить тем же уголовникам меня бить. А чего вы тогда не хлопали в ладоши, что меня бьют и у меня так же отбирают плакат? Абсолютно так же со мной. Просто сейчас с другими. Ну, какие же вы сторонники Евромайдана, если вы это поддерживаете? Да, самое страшное, что все один в один, один в один, что было до Майдана при Януковичи. Уничтожены смыслы. Да, что сейчас вот после Майдана при Порошенко. Вот это самое страшное. То есть фактически вот эта небесная сотня, фактически 10 тысяч людей, украинцев, которые ушли за ней. Но сейчас бы они были провокаторы. Сейчас бы они были провокаторы. И было бы правильно, если бы у них отнимали плакаты. Сейчас бы так это было. Потому что они были бы пятая колонна. Но есть еще один момент. Сейчас же кто критикует, тот пятая колонна. Третьего не дано. Так фактически здесь же даже нет критики. Это вообще, по-моему, путь к гражданской войне реальной. Потому что все, что делается властью, нацелено на именно разжигание ненависти внутри страны. Между хорошими людьми и хорошими людьми. Между патриотами и патриотами. Вот сейчас идет какое-то нагнетание усилий. Я думаю, что это один из основных сценариев, который сейчас отрабатывается. И мы должны прийти к срыву выборов. Именно почему это? Потому что они же реально тоже смотрят на жизнь. Они реально понимают, что если не будет фальсификации, то в принципе милиция четко заявила, что не будет поддерживать. И получается, что если милиция начнет жестко контролировать ситуацию, они не смогут провести эти фальсификации. Потому что единственное, кто реально может противостоять, это реально Аваков. Все остальные, местные цирки, они под контролем, они куплены. И они будут отрабатывать, к сожалению. Так у них и выбора нет. Нет. Их запрессовали. На них на всех уголовные дела. Да, да, да. Особенно вот... И есть за что. Несфабрикованные реальные дела. Трухановы, Кервисы и так далее. Да, да, да. Поэтому они все на крючке. И они вынуждены работать на власти. Это все все знают. И об этом говорить даже нечего. Так какая судьба Донбасса? Вот если вернуться все-таки к Донбассу, мне кажется, что, видите, Россия очень выгодна вот эта вялотекущая ситуация. Но самое страшное, что она выгодна и нынешней власти. Почему? Потому что, ну еще раз вернусь, расследование Бигуса показало колоссальные деньги. И вот вы смотрите, даже мы все кричим, даже не мы кричим, Порошенко заявляет, что вот исключительно на любви к армии, исключительно на патриотизме, он в несколько раз увеличил бюджет на вооружение. Муженко выходит и говорит, да, конечно, мы на следующий год будем закупать новое вооружение. И вот, опять же, для обывателей это фантастически, потому что это так приятно слушать. Но никто не говорит, что... Помните, буквально недавно была информация за те же самые катера, которые делаются на Ленинской кузне? Что такое Ленинская кузня? Мы знаем. Боеспособность этих катеров, ну, критиковались уже только... Только ленивый их не критиковал. И самое главное, цена. Во сколько раз завышена цена? Так это только одно из вооружений. По остальным вспоминаем того же Бигуса. Три, четыре, по-моему, даже некоторые... Да, шесть, семь. Шесть, семь, да. Три, шесть, три, шесть. Ну, давайте на шесть остановимся. Ну, так это же, понимаете, какой классальный бизнес. Вот сейчас вот возьми Порошенко, убери с президента, верни ему этот Рошен и скажи в честных условиях, начинай заниматься бизнесом. Зачем ему эти проблемы? Если есть возможность управлять целой страной, как фабрикой, и делать все, что хочешь. Хочешь в три раза, хочешь в шесть раз увеличить. И это все оно, все у тебя, все куплено. И что самое интересное, что все под вот этими вышиватными лозунгами патриотизма и всего остального, это в то время, когда каждый день там обстрелы, каждый день есть либо раненые, либо даже убитые. И с одной стороны, матеря получают похоронки, а мы там кричим за защиту Родины, а с другой стороны, президент и его команда зарабатывают колоссальные деньги. То есть, если в нынешней команде руководящей это выгодно, я так понимаю, что Донбасс не вернется никогда? Никогда. Это однозначный вывод. Эти люди никогда не закончат войну. И именно поэтому пять лет... И никогда не закончат ее победой. Она просто будет тянуться... Да нет, дело не в победе. Дело в том, что им выгодна ситуация тягучести. И фактически Путину выгодна эта ситуация. То есть, они партнеры. Они просто бизнес-партнеры в одном большом бизнесе под названием «Война между Россией и Украиной». Вот и все. И вот это просто ужасно. Фактически укрепилась, скажем так, внутренняя граница между оккупированными территориями и остальной частью Украины. И о том, чтобы вернуть какой-то населенный пункт на Донбассе или, ну я не знаю... Ну смотрите, опять же все привязаны... Все привязаны к Минским соглашениям. Вот что самое интересное, что Россия зубами держится за эти Минские соглашения. Опять же, мы сто раз сталкивались. Якщо Россия за что-то держится, значит это ей выгодно. Значит Минские соглашения выгоднее России. Якщо они выгодны России, значит они не выгодны нам. Поэтому нормальное бы правительство, уже исходя из этой дурацкой логики, сразу бы сказало, ребята, давайте подумаем, что-то здесь не то с этими Минскими соглашениями. Попробуйте кому-то сказать против Минских соглашений в Украине. Нет. Это единственная возможность держать мир. Какой мир? У нас постоянные нарушения мирных договоренностей. Постоянные. Вот сейчас фактически первый раз, когда более-менее обстрелы ушли на нет. Они все равно продолжаются, но их очень мало. А до этого, в тот же день, только какая-то договоренность достигнута, в тот же день нарушены, в тот же день пошли обстрелы. И сразу же с нарастающим. Поэтому смысла в этой вот канители нету. Но она почему-то, еще раз подчеркиваю, она почему-то устраивает и Путина, и Порошенко.